очень важно на этапе взведения перегородок сразу заложить обязательно его красим специальной грунтовкой для того чтобы и когда будут вешать кухнюю мебель есть вероятность что важно при монтаже электрики поэтому лучше на этапе штукатурных работ позаботиться о иногда спорят что лучше арматура либо уголок вот мы используем друзья всем привет сегодня на жилой комплекс рубинский парк квартира площадью 85 квадратных метров закончили инженерный ремонт и давайте посмотрим как это получилось квартира площади 85 квадратных метров у нас большая кухня-гостиная детская комната два больших просторных санузла в одном у нас будет стоять системы инсталляции и душевая кабина а в другом санузле у нас будет установлена ванна и также будет смонтирована система инсталляции здесь у нас хозяйская спальня работы мы начали с разработки дизайн-проекта нашем штате 8 архитекторов дизайнеров которые готовы разработать дизайн-проект но любой вкус и цвет разработка дизайн-проекта занимает у нас от трех недель до двух месяцев в зависимости от сложности проекта по желанию клиента а также итоговой площади квартиры либо коттеджа буквально через две недели уже можно будет выходить на стройку и начинать возводить перегородки потому что план перегородок разрабатывается один из самых первых можно не дожидаться окончания проекта и выходить уже сразу на стройку как мы сделали здесь то есть от начала разработки проекта до начала строительных работ прошло всего две недели и первый этап инженерного ремонта это возведение перегородок перегородки мы возводим из газобетонного блока это универсальный материал иногда в комментариях спрашивают почему мы не используем pgp так вот pgp это тяжелый хрупкий материал с низкими прочностными характеристиками у него очень плохая шумоизоляция а также гладкая поверхность вот примеру вы не сможете использовать цементную штукатурку в санузлах на позагребневой плиту то есть на нее нужно будет набивать либо металлическую сетку либо делать намазку из специальных материалов которые делают так чтобы ваша цементная штукатурка не отвалилась от основания позагребневой плиты поэтому самое универсальное решение это газобетонный блок и в данном случае он идет 10 сантиметров можно локально использовать и 5 сантиметров и 7 с половиной но универсальное решение это блок толщиной 10 сантиметров важно при возведении перегородок там где у вас дверные проемы использовать перемычки иногда спорят что лучше арматура либо уголок вот мы используем уголок 45 на 45 миллиметров обязательно его красим специальной грунтовкой для того чтобы не проступила ржавчина есть используют арматуру есть вероятность что она провиснет и у вас появятся диагональные трещины перегородки мы не доводим до потолка 2-3 сантиметра и это расстояние пенем при помощи монтажной пены очень важно на этапе взведения перегородок сразу заложить углы 90 градусов также параллельно стен вот мы сейчас находимся на кухне и когда мы строили эту стенку вот здесь уже изначально закладывали угол 90 градусов чтобы потом на этапе штукатурных работ не накидывать здесь большие слоя а также вот немножко слов про параллельность вот у нас допустим входная дверь мы входим в квартиру и вот эти вот стены у нас идут параллельные также как и вот эта стена параллельно с этой чтобы здесь у нас была возможность смонтировать встроенный шкаф также если мы говорим про коридор зачем нам эта параллельность когда вы будете укладывать чистовое покрытие чтобы у вас не было никакой разбежки и вам не нужно было делать подрезку и чистовой материал ровно аккуратно укладывался вашем коридоре потому что смотрите он какой большой даже если у вас развернутость этих стен будет предположим миллиметр на метр до соответственно здесь порядка трех с половиной метров три с половиной пять миллиметров у вас будет разбежка от этого угла до конца той стены поэтому это сразу будет бросаться в глаза поэтому стоит заморочиться и сделать эти стены параллельными друг другу закончили возведение перегородок и приступаем механизированной штукатурки мы на всех объектах что которым при помощи механизации во первых это быстро во вторых смесь замешивает машина а не человек поэтому она получается однородная и прочностные характеристики у нее везде одинаковая смесь мы используем волна гипс актив отличная смесь хорошо ложится крепкая и никогда не подводила кстати российский производитель рекомендуем и уже на этапе механизированной штукатурки мы до конца формируем все параллели и вы 90 градусов сейчас мы находимся в детской и вот эта ниша вся под 90 градусов для того чтобы здесь можно было смонтировать шкаф то есть если вы эти стены делаете развернутыми то когда придут замерщики по мебели им придется изобретать велосипед делать разные стороны у мебели это все повлияет на стоимость и на сроки поэтому лучше на этапе штукатурных работ позаботиться о своих плоскостях и ровных стен после механизированной штукатурки приступаем монтажу черновой сантехники здесь она у нас сделана по потолку она у нас проходит через два коридора проходит здесь через балку и заворачивает в один из санузлов здесь у нас собран водомерный узел водные экраны система защиты от протечек фильтр коллектор на горячую и холодную воду также установлен проточный водонагреватель а вот система управления защитой от протечек чуть ниже смонтирована система инсталляции не забываем про шумоизоляцию стояка канализации из этого водомерного узла вода попадает во второй санузел по потолку сейчас вам покажу вот так она проходит идет холодная вода на санузел здесь у нас будет стоять душевая кабина а здесь смонтирована раковина закончились водой и приступили к монтажу черновой электрики электрику мы делаем всю по потолку серый пуха гофре используем производителя дкс чтобы гофра не вываливалась из клипс клипсы аналогичного производителя кабель у нас идет в вг нглс гост производитель concord это сейчас самое оптимальное решение на российском рынке что важно при монтаже электрики это вертикальные штробы вот мы сейчас находимся на кухне и здесь будут монтировать кухонный гарнитур и когда ремонт будет уже подходить концу что будет не видно и когда будут вешать кухонную мебель есть вероятность что кухончики падут ваш кабель потом это надо будет все скрывать расшивать заделывать и соответственно это деньги и время поэтому штробы должны быть строго вертикальные вот у вас подрозетник и кабель пошел строго вверх либо строго вниз зависимости от того как у вас устроен монтаж по потолку либо по полу вот в нашем случае разводку все электрики мы делаем по потолку после того как мы смонтировали всю черновую электрику покупаем самые дешевые розетки и выключатели монтируем их и проверяем работоспособность все системы при помощи них можно посмотреть как работает ваша электрика также можно добавить пару розеток убавить также добавить парочку выключателей может дизайн-проект вы видите там в электронном распечатанном виде когда приходите на квартиру иногда хочется что-то добавить поэтому на этом этапе это легко и быстро сделать собрали электрический щиток здесь у нас силовой здесь слаботочный каждый автомат подписан если в случае необходимости нужно будет отключить какой-то потребитель при помощи надписи можно будет быстро сориентироваться какой автомат необходимо отключить вот такой инженерный ремонт получился нашего подписчика все ваши вопросы пишите пожалуйста комментариях либо по номеру ватсап который я оставлю описание к данному видео спасибо что досмотрели это ролик до конца всем пока а и Продолжение следует...